Государственная Дума приняла закон, который позволит возродить систему вытрезвителей в стране. Он принят 29 декабря. Правда, теперь по новым требованиям новые места для людей в алкогольном опьянении должны будут отличаться от тех, которые существовали раньше. Теперь будут располагаться они не в полицейских участках и, возможно, станут платными. Сюжет Лены Киемовой. Сюжет Лены Киемовой. Система вытрезвителей, которые решают сразу несколько задач, упразднили в 2011 году. Изначально планировалось передать полномочия из отделов полиции в медицинские учреждения. Но начинания закончились еще на этапах обсуждения. Отмена системы, по словам авторов законопроекта, негативно отразилась в обществе. В стране ежегодно умирает от переохлаждения в состоянии алкогольного опьянения около 10 тысяч человек. На 35% увеличилось количество так называемых пьяных преступлений. В Сургуте эта статистика не повышается, но и не идет на спад. В 2020 году на территорию города Сургута сотрудниками полиции выявлено более 5000 правонарушений по статье 20.20 распития алкогольных напитков в общественном месте. И порядка 3000 правонарушений по статье 20.21 – это появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, на территории города в 2020 году совершено порядка 700 преступлений в состоянии алкогольного опьянения. По сравнению с 2019 годом это практически на том же уровне. Каким будет современный вытрезвитель, решит каждый регион самостоятельно. Закон уже принят на федеральном уровне и подписан президентом страны. Это могут быть специальные учреждения на базе бюджетных или некоммерческих организаций. Возможно, такие места для пребывания людей станут платными. Когда в Югре появится первый вытрезвитель, пока неизвестно.